доброго времени суток продолжим нашу интересную традицию будем слушать валентина он нам поведает о ферментных системах альтернативных материалов для выращивания вешенки которые можно использовать грибоводстве сегодня получится такая не моя однобокий взгляд на вообще на грибоводство а взгляд другого человека который давно занимается выращиванием грибов и много чего перепробовал много чего знает ввиду отсутствия времени сокращаем так вот вступительную часть цитатой дня сегодня будет использовать то что под рукой и не ищи себе другое я занимаюсь своими делами вы слушаете валентина и обсуждение продолжаем уже под роликом в комментариях добавляйте задавайте вопросы и делитесь своим опытом еще на чем-нибудь я подожди они что выращены были на рисовой салоне на рисовой губе я вот понимаю а вот и так вот нужно узнавать во первых откуда этот штамп на какой среде он будет выдерживать это допустим когневец он нормально выдерживает там 60 плюс а я тут минус 60 выдерживает допустим у жена у меня трассе ну мы уже живем все это 7 до 8 вот она по сегодняшний день любит щи а я люблю наш украинский борщ и кто-то там такую шутку отпустил мол а зачем туда обилки а я все-таки придерживаюсь того мнения что ферментная система должна быть выращена у мицелия на той среде и на том значит материале на котором будет произрастать берегу то есть если я выращиваю их на пшеничной салоне и смесь салон то я должен лица мицелия делать на ну вот смесь этих там верма или и так дальше чтобы ферментная система после посадки она не тратила время на подготовку к ну там водоношению то есть она не разрабатывала новые ферменты и т.д. вот и вы высказываете то что ну подтверждаете мою точку зрения скажем так вы только что это сказали я с тобой салатри 100% ну изначально допустим если не запривезти в Украину понимаешь он все время будет говорить что у нас зима даже века могу говорить что у нас зима ну так поэтому нужно я тяну еще расправляюсь ты прав твоя теория имеет место жить вот почему потому что в такой себе если будешь терять на пенька они будут жить всего два раза в год в среду его не все какие все условия климатами делал в помещении если одно два раза в год оно будет дрожать воды его вернул в естественную среду питания и в среду он живет а мы ему готовим легко доступные сахарины чтобы его ферменты ну желудочный сок самому бы их разрушал поэтому если ты добавляешь и ботылки ему туда опилки это его дополнительная среда и он будет дольше жизни в огне понимаешь изменение клетки у него будет чуть-чуть не изменить но за то более мощное ну тут скажем такое применение опилок надо лечебниками нет это понятно да вот и лечебник потому что воинный штат отмены растет а она-то помятки такие вот и лечебник но тут не забывайте опилку тяжелее разрушать нет я субстрат опилки не даю как это алло да 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 я субстрат опилки не даю потому что это сильно усложняет все дело там я это такое это дедушки на дачу я всегда вот так опилки это ну дополнительно такие вот мероприятия по подготовке этих опилок для субстратов я лично от этого ну отказался не хочу этим говорить да мне вы скажете блок дольше жить будет да сколько там жить будет это нет нет я тебе говорю допустим он допустим на М5 я из него собирал вот блок 12 килограмм ну блок я делал 12 килограмм а я из него прибук собирал 13 килограмм ну это было 12 или 13 волн я добавлял сюда камыш ну сахарины в него очень жесткие блок видишь гольфы разрушает а и в него появляется питательная среда он не сразу хакнул понимаешь вот а разрушает разрушает и у него там много питательной среды остается есть чем кушать а мы если бы все производили там а 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 в а а а так вы говорите а чтобы вы не удивлялись что это за портная мастерская у меня здесь это я готовлю пакеты с фильтрами для отправки культур вот идет подготовка мне нужно сделать эти пакеты образцы то есть отправить И вот в это время я готовлю вот эти фильтры, а вам включил послушать умные вещи о грибах. Так что, вот, чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Слушаем дальше. На камыш. Ну, то есть на самом камыше немножко жестковато будет такая питательная. Да, надо их не все делать, я в измельку, ну, если лужу. Ну, и, естественно, добавляешь, что-то какой-то носитель там. Солома должна быть, ну, обязательно. Ну, понимаете, насчет камыша, вот спрашивают часто именно казахи, казахстан, у них нету примитной соломы, то есть вообще примитной. И у них только альтернативная, то есть у них есть этот, как ее, соевая, ну, вот эти. Отходы соевые? Да, да, да. Так это шикарно, можно работать у них на листьях камыша, вот листья камыша самого. Вот, где метла идет. Вот это полностью камыш упореземой, так, скажем. А, так, так, так вот. И, в целом, высыпает. И все, потом его измельчает, у никаких проблем, добавляет сюда солью и работает. Ага, ага. Ну, вот проблема на работе. В камыше 0,6% азота. Если с нас в соломе, даже в яичневой соломе, старой, было подить, у нее максимум 0,25 азота. Нам надо 0,95 азота. А, ну, где? Ну, он не перевалит в эти дни. Потому что вот лоб в солице. Ага, вот так, да? Да. А вот старая пшеничная солома, почему мы не на яичневой работаем, она пшеничная? Она более, скажем, дешевле, стараться, я знаю, ну, лучше еще, не хорошее, да, не было. А пшеничную солому мы берем, она дешевле, и она пожестче, и блок не подвешивает блок, и оставит, ну, на тело жить. Ну, у тебя, например, тоже так же, да. Да. Вот если ты делаешь на яичневой соломе, то после первой волны он тебе тянется половить. А, ну да. Он тянется, он быстро ее съест, просто. Ну, да. Разрушит солому, и все. А если ты будешь на кандыше, то вы будете стоять и шесть, и тем волны по барабану, ровненький, на цветы по барабану. Вот даже если ты на свою солому будешь добавлять суданку, ну, знаешь, что такое... Суданская трава, да. Да, просто, протянка. Вот. Оно вырастает просто, видите, с чего делаешь. Ну, оно, оно, я понимаю. Вот. И когда оно дозревает, просто, сняли, а остается сама солома. Ну, вот, и для таких, естественно, все. Ну, его тоже, если измельчут, у него словно сделаны как теорета, ну, чесенцевый теоретный. Как вазка там, серьезный. Ну, да, да, ну, держит в вану, протяная солома. И блок у тебя не будет сходиться при любом раскладе. Если ты даже делаешь 30% труда, ну, труда, которые зерно, с нее сняли уже. Вот. Не сама труда, она и трава. А вот ферновая? Ну, ферновая, так. Ну, хуже будет блок, когда стоит. А если это стоит у нас селожей, то если ты будешь применять либо камыш, либо будешь применять и, это, протянули вот эту, отброс, от ботылья, и он начать. Ну, может, я тебе 6,8 вон, если я к парашену, посмотрите. Вон, и все. И будь хорошим урожай, давай. Ясно, Валентин. Хорошо, спасибо вам за информацию. Я еще вам как-то перезвоню. Вы мне еще что-то полезное порассказываете? Если вам будет время и желание, там, проработать, 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 проработать. Ну, я многое рассказываю. Я не думаю, что вы проезжаете. Ну, я одно, пожалуйста, вы проезжаете, но без видеокамер и диктофона я к тебе не пускаю. Только вина, заправь, я делаю камеру и диктофон. Вот тогда я, когда людям рассказываю, никто потом не может сказать, что это я сказал. Я говорю, а ты послухи, это я говорю тебе или нет? Я вас понял. Хорошо, я сейчас на новой почте, просто сейчас посылки хочу отправить. Все, 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 все. Да, давай, давай, верну. Все, ну, хорошо, тогда давайте сделайте посадку, как-то мы сами созвонимся, скажете, что это. Хорошо, все равно, да. Хорошо, это 80? Да, это по 80. Это 3 по 80 будет. Да, все, тогда до свидания. Вот такой содержательный разговор у нас получился относительно альтернативных материалов для выращивания вешенки. То есть, вы поняли, что можно использовать разные соломы, можно использовать суданскую траву, можно использовать камыш, можно использовать кукурузные стебли. Ну, и этот список можно продолжать бесконечно, на чем только не растет вешенка. Ну, и так дальше. Думаю, что вы множество полезного почерпнули из вышепрослушанного. Следите за каналом, и в дальнейшем будет еще много хороших и полезных публикаций. А с вами был Макс Селлер на канале Фанни Маршутску. Фанни Маршутску.